Праздник хлеба в Центральном федеральном округе и кондитеров, председателем Ассоциации Орловское качество. Приветствую. Здравствуйте. Это только на первый взгляд. Событие имеет узкий такой адресный посыл. На самом же деле оно проходит при поддержке аппарата уполномоченного при президенте нашей страны, Совета Федерации, Государственной Думы, Минэкономразвития, Минцельхоза, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Роспотребнадзора, Правительство Орловской области, Деловой России, Опоры России, а также Общественной Палаты Российской Федерации. То есть уровень высокий, события масштабные. И пройдет он и здесь у нас в Орле. Вопрос такой, на выбор места проведения повлияли какие-то наши успехи в отрасли? Конечно же, это не просто было выбрано территорию Орловской области. Но предложили проведение праздника хлеба в Орловской области, это Российская гильдия пекарей и кондитеров. Это очень интересно и очень значимо будет для Орловской области. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров предложил проведение такого масштаба праздник нашему губернатору Орловской области Вадиму Владимировичу Потомскому, где он поддержал эту инициативу. И я считаю, что это будет очень хороший положительный эффект не только для представителей бизнеса, которые работают в сфере хлебопечения, кондитерского, макаронного производства, мукомольного, но и для всех потребителей и гостей. Не только нашего города, но и близлежащих регионов. А все-таки как о нас узнали? Или мы в числе передовиков по каким-то показателям? А узнали о нас очень давно, еще 12 лет назад, когда создалось некоммерческое партнерство Орловская гильдия пекарей и кондитеров. И мы практически каждый год ездим на определенные мероприятия. Это не только в Центральном федеральном округе, но и на Йоге, Южный федеральный округ. Это и Северо-Западный федеральный округ. И мы знакомимся с нашими хлебопеками. То есть это, получается, наши коллеги, но и с других регионов. И об Орловском хлебе знают очень давно. Правда? Потому что мы участвуем и в Кубках России по хлебопечению. И вот недавно, даже в 2012 году, мы заняли первое место в празднике хлеба и Кубке России по хлебопечению. Наша команда от Орловской области заняла первое место. Что это очень отрадно и очень, я думаю, что позитивно для нашего региона. Поэтому вот это предложение не было спонтанно. Оно, конечно же, накапливало те наши определенные какие-то положительные моменты. И вот в этот раз будет проходить у нас в Орловской области. Мероприятия запланировано очень много. Вот перечислили только некоторые круглые столы, экспертные дискуссии, консультации. Какие темы в ходе праздника хлеба будут обсуждаться? Дискуссий на самом деле очень много. Дискуссионных площадок тоже количества довольно-таки много. Но самое основное я назову. Это, конечно, наша дискуссионная площадка по развитию лечебно-профилактического направления, где будет присутствовать Геннадий Григорьевич Онищенко. А вообще тема функционального и лечебно-профилактического направления в сфере не только хлебовечения, но и других сферах, она очень остро стоит. Актуальна сейчас эта проблема. Поэтому мы хотим эту проблему осветить, найти пути, какие-то решения для того, чтобы увеличивался у нас объем производства такого рода продукции. То есть это речь идет о продукции, которая создана для людей с какими-то заболеваниями, чтобы этот хлеб подходил исключительно вот этой группе. Категории групп. Конечно. Это и для тех, кто страдает ожирением. Это и для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Можно сделать действительно уникально полезный хлеб? Вы знаете, этот хлеб, он не уникален и полезен, он просто дает какую-то определенную профилактику для нашего организма. Вы знаете, что на нашем столе всегда должен присутствовать хлеб, молоко. Да, это те продукты питания, которые необходимы для человека, для движения. Для движения голова. И говорят, что хлеб всему голова. И это на самом деле. Без хлебушка мы не можем существовать. Поэтому лечебно-профилактического или функционального назначения хлебобулочные изделия, это тоже очень актуальные проблемы, актуальные вопросы, где мы надеемся, что мы будем дискутировать на эту тему, мы обменяемся опытом с другими регионами и, конечно же, проведем тоже выставку лечебно-профилактического направления. А у нас уже есть такой хлеб в регионе? Да, наше предприятие хлебопеченье выпускает функционального назначения хлебобулочные изделия, но, к сожалению, в торговых сетях или в торговых... Да, я даже не могу припомнить о том, что... Да, к сожалению, это очень маленькое количество... Угол специально какой-то поддон. К сожалению, да, к сожалению, что маленькое количество ассортимента присутствует на полках наших торговых сетей. Поэтому наша задача расширить эту тему, да, и позволить нашим предприятиям, чтобы наши потребители видели эту продукцию и могли попробовать, оценить и в дальнейшем уже покупать данный вид продукции. В программе значится еще День хлеба народов Центральной России. Я так понимаю, что о каких-то национальных традициях речь идет? Да, здесь, вы знаете, очень интересно, что в нашей Орловской области тоже есть представители очень многих национальностей. Наша Орловская область тоже имеет, скажем так, гостеприимный характер ко всем представителям других национальностей. У нас есть ассамблея народов России, региональное отделение, где входят множество диаспор. Поэтому мы хотим, чтобы потребитель наш увидел все то изобилие, которое может представить национальное хлебопечение, и посмотреть колорит нашей гостеприимной Орловской области. И посмотреть колорит тех национальностей, которые будут у нас представлены на этом празднике. Вы уже говорили об ассортименте. Очевидный факт, что 15-20 лет назад, наверное, был только черный, серый, круглый иногда и батон. Один вид, все. Сейчас большое разнообразие на прилавках представлено. С луком, с семечками, отрубной. Вы лучше меня знаете, очень много видов. Вот не кажется ли вам, что в погоне за вот этим ассортиментом, что, безусловно, приятно для потребителя, теряется вот эта традиционная нить с бабушкиным хлебом, который из печи доставался? Вы очень отметили правильно. Все традиции, которые сохраняет регион, я думаю, что он использует в тех или иных сферах. И вот в сфере хлебопечения, я думаю, что у нас практически все предприятия хлебопечения, они сохраняют данные традиции. То есть у них есть определенные рецептуры, которые как раз вот по бабушкиным рецептурам, по дедушкиным, которые вот использовали еще давным-давно. Поэтому конкурировать, конечно, этим хлебам довольно-таки тяжело. Этот давний вкус до прошлого, он иногда притупляется, но я считаю, что он необходим на прилавках. Чем больше ассортимент, тем выше и конкуренция, потому что и больше предприятий работает, и цена от этого будет, конечно же, зависеть, уменьшаться. В ходе празднования Дня Хлеба будут ли обсуждаться темы каких-то антикризисных решений? И насколько вообще это актуально для сферы? Как она себя чувствует в настоящее время? Конечно, антикризисные меры, они, скажем так, могут выявляться в разных направлениях. Это может быть и меры поддержки для предприятий хлебопечения, кондитерского макаронного производства. Это может быть создание каких-то определенных программ, которые направлены на развитие данной сферы. Это могут быть какие-то определенные финансовые инструменты, которые могут нам предложить и банки, и фонды по поддержке предпринимательства. В этом году хороший урожай зерна, то есть сырьем проблем нет. А вообще еще какие-то есть вопросы, очень остро стоящие сейчас перед пекарями, кондитерами? Конечно. Самое главное, это, конечно же, модернизация производства, развитие производства, увеличение объемов производства. К сожалению, тенденция такова, и на внешнем, скажем так, и внешне, и внутренне нужно подходить, скажем так, очень системно для того, чтобы у нас развивались предприятия. Поэтому каждое предприятие, оно реагирует на определенные негативные явления, да, оно по-разному. Либо оно сокращает ассортимент и оставляет какой-то определенный, который могут выпускать. Либо, возможно, что останавливается немножечко предприятие в плане модернизации, то есть... Либо идет модернизация, но сокращается количество работников, что тоже не очень хорошо. Но самое главное, конечно, это должна быть возможность доступных кредитов для того, чтобы у нас проводилась модернизация производства, для того, чтобы могли совершенствовать технологии в хлебопечении. И тогда, я думаю, что предприятиям будет возможность хорошая в развитии. А самое главное, конечно, это реализация продукции, сбыт. Если не будет реализации данной продукции, то развитие предприятия, конечно же, тяжело будет справляться в тяжелых экономических условиях. И вот данная площадка, она тоже у нас очень полезна. Почему? Потому что у нас в рамках праздника хлеба будет проводиться День поставщика, где будем встречаться с огромным ритейлом, это X5 Retail Group, в которых находится в подчинении большое количество магазинов, пятерочка. И вот в этом направлении мы должны найти определенные решения для того, чтобы увеличить процент региональных продуктов, которые находятся на прилавках данных магазинов. И наша задача увеличить этот процент, чтобы он не был 3-5%, а чтобы было это, ну, хотя бы 40% находились товаропроизводители Орловские непосредственно в магазинах Пятерочка. Это основная задача, я думаю, что на этой дискуссионной площадке мы тоже будем общаться, и я думаю, что найдем определенные положительные моменты для того, чтобы это увеличить насыщаемость этих магазинов. Присутствие Орловского продукта. Да. А наша Орловская продукция тоже выезжает в другие регионы? Да, мы часто выезжаем на выставки в другие регионы, непосредственно в Москву, в Воронеж. А, вот рядовая реализация? Нет, к сожалению, вот по реализации продуктов, я имею в виду хлебопечения, мы практически не представлены в других регионах. А почему? Сложно выйти на рынок? Очень сложно выйти на рынок других регионов. Очень сложно выйти на рынок других регионов. И, конечно же, ценовая политика здесь тоже очень, ценовой сегмент очень влияет на выходы на другие регионы. Дороговато? Да. Вы знаете, по-разному, может быть, мы бы и предложили дешевле, но очень сложно в любом случае попасть на прилавки, например, той же Курской области или Брянской. Хотелось бы понимать, наш Орловский хлеб получается из Орловского зерна, из нашей местной муки. И как люди, которые занимаются хлебопечением, оценивают качество производимого сырья здесь у нас? Конечно же, чтобы испечь хлеб или любое хлебобулочное изделие, конечно, необходимо сырье. И в нынешних условиях, конечно, предприниматель или представитель какого-то предприятия смотрит в первую очередь на цену. Какая цена сырья? Конечно же, вы зададите резонный вопрос качества сырья. Каково сейчас качество сырья? Я думаю, что соответствие цены и качества, оно должно, естественно, соответствовать. Поэтому наши предприятия всегда используют сырье, которое, я думаю, что используют очень долгое время. Они находят определенных поставщиков, которые им поставляют, и муку, и другие ингредиенты, и уже с ними налаживают отношения для того, чтобы потом выпекать хлебобулочные изделия. Это касается Орловских мукомолов. К сожалению, не такой у нас широкий ассортимент уже, именно муки непосредственно. Но вот мы как раз на данной выставке можем некоторых представителей увидеть. Вот сейчас очень интересно. Хлебозавод, наш Орловский хлебокомбинат, он имеет на базе своего холдинга, скажем, своего акционерного общества, еще есть у них мукомольное предприятие. То есть это вот такой посыл, который дает, скажем так, сделать замкнутый цикл в производстве. То есть у них зерно орловское, вот как раз своя мельница, и мука у них получается своя, и еще на этом сырье они выпекают продукцию. Естественно, они будут отслеживать по качеству, и я думаю, что потребитель видит на полках уже конечный результат. А что касается других малых предприятий, здесь уже зависит от того, какие договоренности по закупкам сырья. А сколько у нас всего субъектов хлебопечения в регионе? Ну, я могу сказать, что примерно 50 субъектов хлебопечения, где практически 80% у нас составляет малое и среднее хлебопечения. Это и индивидуальные предприниматели, которые выпускают мелкоштулочную продукцию, кондитерские изделия. Это и потребка операции в широком своем формате представляет свою продукцию. Что касается потребка операции, здесь тоже мне отрадно сказать, что не в каждом регионе сохранена потребительская кооперация. Поэтому Орловская область тоже этим и отличается положительным, скажем так, моментом. Тоже дискуссионные площадки будут, тоже будем встречаться с коллегами. И будет представлено как раз на выставке и ассортимент предприятий хлебопечения потребительской кооперации Орловской области. Кубок по хлебопечению. 16-й кубок России по хлебопечению. Хлеб – это мир. 5-й кубок России по хлебопечению. Среди молодежи, пекарь, профессия будущего. Это такие отборочные конкурсные соревнования, которые пройдут вот за эти несколько дней здесь, в Орле. Какие шансы у нас? Кто будет представлен от Орла на этом состязании? Ну, в первую очередь можно отметить, что Кубок России по хлебопечению среди молодежи, где тематика, да, пекарь, профессия будущего. Очень отрадно сказать, что у нас принимают участие студенты, представители Приокского государственного университета, да, это бывший государственный университет у НПК. В данном университете есть кафедра, которая непосредственно разрабатывает технологии в хлебопечении. То есть нам представляет на предприятии, предприятию, да, свой перечень определенных разработок, которые могут помочь, скажем так, в выборе ассортимента, который мы могли бы представить потребителю. Очень интересные разработки, и я думаю, что это тоже будет полезно. В Кубке России, я думаю, что они представят очень широкий формат данных разработок. Я думаю, что у нас есть очень большие шансы, что наши студенты завоюют высокие места. Что касается Кубка России по хлебопечению «Хлеб – это мир», здесь участвуют непосредственно представители предприятий хлебопекарных и кондитерских. Я знаю, что у нас участвуют четыре команды. Это команда Брянской области, команда Владимирской области, нашей Орловской области, команда, которая представляет корпорация «Грин». Это непосредственно хлебопекарный цех, цех, который находится в корпорации «Грин». И здесь Смоленская область. Поэтому это те четыре команды, которые непосредственно будут соревноваться среди взрослых команд. Хочется еще получить информацию, которая заинтересует просто орловчан, которые захотят вместе с пекарями провести досуг. Будет ли что-то прелестное именно для обычных людей, которые никаким образом не связаны с хлебопечением, с кондитерской деятельностью? Потому что оно сейчас становится модным ипотировать на выставках, на конгрессах какие-то огромные хлеба, неимоверное количество тонн какой-то продукции, то, что потом в новостные федеральные ленты попадает и так далее. Вот нечто подобное запланировано у нас? У нас запланировано в рамках праздника хлеба, вы уже перечислили, да, Кубки России по хлебопечению, выставки непосредственно. В выставках будут участвовать представители других регионов, которые представят и оборудование для хлебопечения, представят, скажем так, ингредиенты, которые используют наши хлебопеки. Также у нас в выставке участвуют представители, которые могут представить инструменты, да, то есть инвентарь, который необходим для хлебопеков. А также выставка нашей от Орловской области, где будут представлены наши предприятия хлебопеков. А это всё-таки больше 20 предприятий. Это и Ливенская кондитерская фабрика, и Орловская кондитерская фабрика, Ливенский хлеб, Муценский хлебокомбинат, Орловский хлебокомбинат, потребка операции, и 7 предприятий, которые непосредственно работают в сфере хлебопечения, то есть и так далее. То есть там будет очень широкий спектр, который может нашему потребителю заинтересовать. Непосредственно будет и продажа хлебобулочных изделий, дегустация проходить. Также будут проводиться мастер-классы. А мастер-класс – это очень интересно для того, чтобы мы могли использовать это у себя на кухне. Поэтому здесь очень широкий спектр для нашего потребителя. Для того, чтобы посмотреть непосредственно своими глазами, как у нас рождается хлеб. Начиная от замеса и заканчивая готовой продукцией. Очень интересно. Кубок России будет проходить в онлайн-режиме. Будете видеть, как замешивается тесто, как раскатывается, как оно в печи подходит. И уже готовый продукт на выставке будет уже преподнесен для того, чтобы мы могли свою оценку не только жюри компетентное, но и сам потребитель. Поэтому это очень интересно для потребителя. Далее в 31 числа будет проходить День шоколада, где непосредственно предприятие «Конфоэль» будет представлять мастер-класс по резке на шоколаде. Поэтому очень интересно, и можно будет продегустировать тоже данную продукцию. Это тоже будет для нашего населения, для нашего потребителя тоже очень интересно. То есть выставка очень огромная. Приглашаем всех желающих. Да, и я думаю, что каждый найдет на этом мероприятии себе что-то интересное для себя. 31 октября, 30 октября. 29, 30, 31 октября приглашаем всех на празднование праздника хлеба Центрального федерального округа. Я вас благодарю за интервью. Спасибо, что были с нами сегодня. И напоминаю, что это была Татьяна Куницына, координатор Харловской гильдии пекарей и кондитеров.